Чукотские семьи получат выплату в 5000 рублей на детей до трех лет. 7 апреля президент Владимир Путин подписал указ о введении новых мер поддержки семей с детьми в связи с острой эпид-обстановкой в стране. Заявление на получение выплат в России уже написали более миллиона человек. Активно они принимаются и на Чукотке. Наша съемочная группа узнала подробности. Жительницы Чукотки активно подают заявление на получение финансовой помощи от государства. В России введена временная мера социальной поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса. Дополнительные выплаты в 5000 рублей смогут получить семьи с детьми в возрасте до трех лет. Причем это должны быть семьи, имевшие или имеющие право на материнский капитал. И не важно, потрачен он уже или еще нет. Важно только, что право на материнский капитал должно возникнуть до 1 июля этого года. Хотелось бы обратить внимание, чтобы люди не переживали. Те, у кого нет сертификата, по каким бы либо причинам, они его просто не оформили. Потому что, например, не знали, в каком направлении они распорядятся. И они не спешили. Эти люди могут не переживать, потому что они также, если имеют право на получение сертификата, они могут подать сейчас заявление, получить сертификат и, соответственно, подать заявление сразу на ежемесячную денежную выплату в размере 5000. И она тоже будет им выплачена. По предварительным оценкам сотрудников Чукотского отделения пенсионного фонда, такую выплату в округе смогут получить около 600 семей. Она назначена всего на три месяца – апрель, май и июнь. То есть в общей сложности на одного ребенка до трех лет семья получит 15 тысяч. Если детей такого возраста несколько, сумма будет умножаться. Дополнительная финансовая помощь будет предоставляться из федерального бюджета. Она не уменьшит сумму материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при назначении других мер соцподдержки. Сами доходы семьи также не играют роли. Выплата будет назначена после подачи заявления в пенсионный фонд. Для этого у семьи есть время. Прием заявлений будет идти до 1 октября. Если подать заявление сейчас, то выплата будет производиться ежемесячно по 5000 рублей. Если после июня, то сразу в полном объеме за весь период действия меры соцподдержки. Для подачи заявления лучше использовать электронные сервисы. Но есть и другие варианты. Электронные сервисы – это сайт пенсионного фонда, личный кабинет застрахованного лица, через портал государственных услуг ЕПГУ и через многофункциональный центр. А также заявления лично, обратившись в территориальные органы пенсионного фонда. То есть это основные все моменты, с помощью которых человек может реализовать свое право и подать заявление на получение выплаты. Вместе с тем, учитывая сегодняшнюю нашу обстановку, во вкладке «Контакты и Чукотский автономный округ» там есть адрес электронной почты, куда граждане, которые не могут обратиться лично или подать заявление через электронные сервисы, направить информацию о своих реквизитах и данных, детях и своих. Но в этой связи мы не просто должны принять заявление, которое придет на электронную почту, а также уточнить у человека согласие о выплате. Вот это, соответственно, можно взять только по телефонному разговору. То есть либо звонит мамочка нам, либо обратная связь мы будем прозванивать. В общей сложности в России более 3 миллионов 300 тысяч получателей дополнительных выплат в народе их уже прозвали карантинными. При этом в Минтруде сообщили, что 1 миллион 300 тысяч семей уже подали заявление на получение поддержки. Это, конечно, создает большую нагрузку на онлайн-сервисы, но в целом работа уже активизировалась. В Чукотском отделении пенсионного фонда напоминают, что если получатели решат все же лично подать заявление на выплату, нужно учитывать, что в период распространения коронавируса обратиться в ведомство можно только по предварительной записи. Номера телефонов можно найти в разделе «Контакты региона» на сайте ПФР.